Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Ее профессия – вторая мама. Те, кто и в будний день, и в праздник стоят на страже воспитания детей, сегодня принимают поздравления. Мир в капле воды. В «Анапе» будет реализован экологический проект, в рамках которого туристам предложат рассмотреть море под микроскопом. Бег по тропам. Анапчане готовятся принять участие в массовом забеге международного уровня. Исполняющий обязанности главы «Анапы» Юрий Поляков вместе с делегацией курорта принял участие в учредительном съезде Союза казачьей молодежи, который прошел сегодня в Краснодаре. Он также собрал около тысячи учеников казачьих классов и кадетских корпусов со всей Кубани. Создать такую организацию, которая объединит молодежь, было инициативой главы региона. По мнению Вениамина Кондратьева, это будет хорошей площадкой для реализации проектов юных казаков. Сегодня вот такая организация, она должна быть, которая объединяет казачью молодежь. Почему? Потому что вы сегодня должны сохранить и продолжить кубанские традиции, кубанскую культуру, дух этого народа и веру. А чтобы вы это смогли сделать, значит, вы должны быть все вместе, одной большой кубанской семьей. Тогда вы будете ощущать и ответственность за свой край. Мы стремимся дать вам площадку, создав данный союз, на которой вы сможете общаться, совместно реализовывать свои проекты. Эта площадка позволит вам консолидироваться, я уже сказал, объединиться, почувствовать, что вас много, а должно быть еще больше после вас, вот на нашей земле. Кроме того, созданный молодежный союз поможет в какой-то степени перезагрузить казачество. Ведь именно сегодняшним школьникам предстоит создавать будущее Кубани, отметил Вениамин Кондратьев. Возможно, среди собравшихся в зале есть и будущий атаман казачьего войска, и руководители региона. Наша главная задача – создать хорошие условия для вашего успешного и стабильного будущего. Настало время, чтобы казачество стало современным. Это я обращаюсь к вам, к молодежи. Казачество должно стать реальной силой в нашем крае. Реальной. И не быть на попечении у бюджета, оно должно само зарабатывать. Я верю в кубанское казачество, я верю в сильное кубанское войско, и я очень сильно верю в вас. Всего союз объединил больше 85 тысяч детей со всего региона. Все они ученики казачьих классов и кадетских корпусов. Но в скором времени вступить в эту организацию сможет любой желающий, кто разделяет традиции и нравственные основы жизни кубанского казачьего войска. С 1 октября в Анапе начинается призывная кампания. Эту осенью из Анапы и Темрюкского района планируют призвать в ряды Вооруженных сил России 600 новобранцев. Повестки военкомат получат юноши с 1990 по 1999 годов рождения. В этом сезоне план призыва с объединенной территории увеличен почти в два раза. Важно отметить, призывники с высшим и средним специальным образованием имеют право выбирать между контрактом и обычной срочной службой. Если до 31 декабря молодые люди, получившие повестки, не явятся в военкомат, они будут объявлены в розыск, привлечены к административной ответственности. Явка на призывную комиссию включает первое, это явка на прохождение медицинской комиссии. Только после решения медиков о состоянии годности или негодности, или направления на обследование, или предоставления срочки по состоянию здоровья, призывная комиссия примет какое-то решение. Призываю всех молодых людей идти в военкомат, выполнить свой долг, по крайней мере явиться, а там уже призывная комиссия решит, что с ним делать. За разъяснениями, связанными с призывом в армию, анапчане могут обращаться в военно-учетный стол по адресу улица Ленина, 177, или военкомат Темрюка на улице Октябрьская, 5. Город-курорт Анапа – настоящая туристическая мека. К нам едут, чтобы отправиться в походы по горным тропам или выйти в море, изучить подводные глубины, посетить объекты агротуризма и познакомиться с кубанской кухней и виноделием. Сегодня, в День туризма, мы расскажем о тех, кто с любовью к родному краю увлеченно создает проекты, расширяющие границы познания окружающего нас мира. Мир вокруг нас – это книга, и тот, кто не путешествует, прочитал только одну ее страницу. Для любознательных взрослых и детей на большом утрише инициаторы создания Центра изучения Черного моря открыли в этом году несколько интереснейших проектов. Экологическая тропа среди можжевельников вдоль кромки Черного моря – увлекательное путешествие, открывающее горизонты понимания, в каком удивительном месте мы с вами живем. Автор и руководитель проекта Юлия Зайцева, настоящий патриот родного края, хорошо знает, что собирается сказать людям. Показать красоту родной природы – это первое, конечно. Второе – это привлечь внимание к проблемам экологии, прививание самого поведения в природе, что важно, тем более для подрастающего поколения. Показать и рассказать, как влияют загрязнения, в том числе и мусор, который оставляют туристы после себя. Большой утриш называют иногда местом силы. Однако среди эндемиков и реликтов вполне современный мусор. И он говорит о том, что нашим туристам еще рассказывать и рассказывать о той беде, что несет с собой их беспечность. Обычная батарейка – настоящая бомба замедленного действия. Под действием ливневых дождей ополочка разъедается, и все тяжелые металлы попадают в почву. Любой может проверить мои слова – 20 квадратных метров земли отравлены. Ихтеолог по образованию Юлия Владимировна вовлекла в свой проект ученых университета имени Ломоносова. У туристов, приезжающих на Большой утриш, появилась теперь возможность увидеть Черное море под микроскопом. Мы сейчас запускаем новый проект. Будет называться проект «Мир в капле воды». То есть мы действительно вместе с институтом и кафедрой гидробиологии института имени Ломоносова, МГУ Москва. Они нам будут помогать. Такой проект, который раскроет такие темы. Как влияет загрязнение на воду. Мы увидим «Мир в капле воды». То есть специально лаборатории, которые сейчас у нас уже практически в стадии завершения, дети и взрослые увидят под микроскопом воду, создадут опытные образцы и сами произведут такой эксперимент загрязнения воды и что происходит. То есть визуально, тогда, когда мы говорим, что да, проблемы водных биоресурсов, а это все мы увидим. И, конечно же, специалисты это все разъяснят. Вовлекая детей в изучение окружающего мира, Центр изучения Черного моря несет с собой очень важную миссию. Для нас очень важно, чтобы подрастающее поколение смотрело не только в свои гаджеты, но и понимало, что они унаследуют эту планету, они здесь станут хозяевами через некоторое время. И точно так же эту планету передали бы своим детям. Туристы ищут чудесные места, чтобы, сливаясь с природой, насладиться открытиями. На Большом Утрише их будет много. Из-за жаркой и сухой погоды увеличилось как число возгораний, так и их площадь. В эти выходные городские службы тушили траву в районе поселка Суворова-Черкеск и станица Благовещенская. В течение 12 часов на месте работали более 10 единиц техники – федеральные, муниципальные, гражданские, а также военные специалисты. Ситуация усложнялась тем, что в зоне пожара находилась законсервированная нефтяная скважина. Площадь возгорания составила порядка 25 тысяч квадратных метров. Огонь распространялся ветром. С пожаром удалось справиться, не подпустив огонь к жилым строениям и инфраструктуре. Около трех недель назад примерно в том же районе также был крупный пожар. По одной из версий, виновники – браконьеры, которые выгоняют дичь с помощью петард. При этом обстановка остается пожароопасной, особенно с учетом усиления ветра. А спусковым крючком почти всегда является человеческий фактор. Из 15 пожаров, произошедших на минувшей неделе, 8 связаны с возгоранием камыша, травы или бытового мусора. Если вокруг и местность такая, что есть сухая трава вокруг, прилегающая где-то может быть и камышам и так далее, это все должно быть окошено, это должно быть убрано, скошенная трава должна быть собрана и утилизирована соответствующим образом. Не сжигать мусор, не разводить костры. Если даже использовался или применялся в каком-то случае или в образе, может быть это происходило каким-то механическим путем, обязательно обеспечить контроль, чтобы это прогорело. Это нужно пролить, это нужно разгрести для недопущения возможных повторных загораний, бесконтрольных. Также обращаю внимание наших водителей, которые поезжают вдоль дорог, которые выбрасывают, в первую очередь, это окурки, это стекло, тара, это общественное поведение, скажем так, потому что на солнце, сегодня погода у нас очень хорошая, и на солнце лежащая бутылка сухой растительности, имея принцип призмы, может привести к загоранию. Сегодня в России отмечают День воспитателей и дошкольного работника. Именно 27 сентября в 1863 году в Петербурге был открыт первый детский сад. Уже тогда его концепция практически не отличалась от нынешней. Воспитанники играли, конструировали, знакомились с азбукой и учились считать. В Анапе мы встретились с теми, кто начинает рабочий день с улыбки, причем совершенно искренне, потому что работает по призванию и не видит себя в другой профессии. Музыкальный класс здесь не только поют, но и проводят подвижные игры. Ирина Сюткина в детском саду номер 5 уже 5 лет училась на педагога начальных классов в Славянске-на-Кубани, переехала в Анапу и сообщила о себе в службу занятости. Здесь как раз искали воспитателя. Прекрасно помню этот день. Мне дали подготовительную группу, и так как я не работала еще с детками до школьного возраста, мне было немножко, конечно, сложно. Добрая, подзывчивая, ласковая, умеет работать с родителями, очень легко вступает в контакт с другими педагогами. На первых порах помогали коллеги. Непосредственно в команде работают сменный воспитатель и помощник. Параллельно получала необходимое дополнительное образование. Теперь Ирина уже дипломированный специалист, но главный багаж – то, что не преподают ни в одном вузе. Оно или есть, или нет. Улыбка, доброжелательность, ласковое обращение каждому ребенку. Они видят, когда их встречают с улыбкой, выходя в групповую раздевалку, пришел ребенок, доброе утро, говоришь с улыбкой, светятся глаза, и ребенку сразу хочется улыбаться, он с удовольствием заходит в ребенку. Конечно, труд нелегкий, сказать серьезно, сложно. Бывают и сложности, но благодаря тому, что мы работаем все вместе, поддержки моих коллег, у нас все получается прекрасно, и справляемся. Теперь Ирина совершенствует себя в профессии. Старается участвовать в семинарах и конкурсах профессионального мастерства. В ее активе две победы на муниципальных этапах и второе место на всероссийском конкурсе. Любит всех детей и, конечно, мечтает о собственных. Во втором по счету забеге вдоль Черноморского побережья, который будет проходить по природным ландшафтам и финиширует в Анапе, примет участие более 500 спортсменов, в два раза больше, чем в прошлом году. Им предстоит преодолеть десятки километров. Для всех желающих проходят предстартовые тренировки. Такую картину можно будет наблюдать в ближайшие пару недель в районе отеля Анапа-Океан. Здесь собираются начинающие бегуны, чтобы подготовиться к соревнованиям, которые состоятся на Черноморском побережье 15 октября. Трейл-раннинг или забег по тропам. Главная особенность таких соревнований в том, что трасса проходит по природным ландшафтам. В прошлом году стартовали в Анапе, финишировали в Новороссийске. В этом году наоборот. При этом маршрут останется прежним. На пути будут лес, горы, берег, море. Диалогия самого трейла не только спорта, только достижения, но и путешествия. И вот в данном случае это путешествие идет по древним, такому, античным путям нашего региона. Популярность трейлов растет с бешеной скоростью. Если в том году это были первые трейлы, следом за ним тут же организован новороссийский мархот в Крыму. Следом деленжик 7 октября будет проводить трейл «Горячий ключ». То есть это стало своеобразным визитом и карточкой каждого города. Если в прошлогоднем забеге приняли участие 260 спортсменов, то в этот раз уже сегодня зарегистрировались более 500 потенциальных участников. Им предстоит выбрать одну из трех дистанций, начиная от 18,5 до почти 56 километров. В первых соревнованиях на дистанцию вышли 15 жителей города-курорта. Сегодня желающих уже более 30. Среди них есть как опытные спортсмены, так и любители, с которыми бесплатно занимаются тренеры. Влечать может абсолютно любой. Единственным путем показаний для занятий бегом это будут медицинские показания. Изначально мы научим человека просто правильно бегать. Мы научим его технике бега, научим дыхание, научим основанию самоконтроля своего организма. Ну и, конечно, уже научим их самостоятельно, чуть-чуть планировать свои тренировочные программы без присутствия времени. Для группы новичков мы рассчитываем в 15 октября к тех, кто уже начнет с сегодняшнего дня заниматься, выйти на дистанцию в 17,5 километра. Организаторы обещают соревнования мирового уровня с понятной разметкой трассы, пунктами питания и высоким уровнем безопасности, а также возможность посоревноваться с европейскими спортсменами. В Анапе завершились всероссийские спортивные соревнования школьников, президентские состязания. 154 команды, а это почти 2000 участников из 81 региона страны, три недели боролись за звание лучших. И вот итоги подведены. Долгожданная церемония награждения. Репортаж из Федерального детского центра смена. Поздравить юных чемпионов приехали известные спортсмены. Олимпийская чемпионка по баскетболу Елена Баранова и четырехкратная чемпионка мира по самбам Марина Махнаткина. Я второй раз нахожусь на этом масштабном мероприятии. Как всегда я просто в таком восторге. Вы такие молодцы. Я горжусь вами. В основную программу президентских состязаний входят творческие и теоретические конкурсы, а также соревнования в спортивном многоборе и эстафетном беге. Из 78 сельских команд тройка победителей в общекомандном зачете возглавила сельская класс команда Томской области. На втором месте Республика Дагестан. Третьими стали участники из Иркутской области. Среди 76 городских классов команд вперед вышли три команды. Бронза у Новгородской области. Второе место завоевали представители Тульской области. Золотые медали у школьников из Ханты-Мансийского автономного округа. Все классно, нам все нравится. Шок. Мы лучшие. Шок. Просто шок. Это за теоретические, это за многоборье, за эстапету и общее. Это неповторимое ощущение, мы бесконечно рады. Это просто не передать словами. Для нас это путь к успеху, борьба, что это спорт, творчество, знания. Вся страна собралась в смене на эти три недели. Мальчишки и девчонки из разных уголков России стали не только соперниками, но и друзьями. Важнее всех побед, медалей и кубков могут быть только яркие воспоминания и верные друзья из разных городов. Финальным подарком для всех спортсменов президентских состязаний 2017 стало выступление участников проекта «Голос» и «Голос. Дети» Ильи Хвостова и Софьи Бравко. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». По прогнозам синоптиков, 28 сентября в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем до плюс 18 градусов. Ночью прохладнее – 14 выше нуля. Ветер северо-восточный от 12 до 14 метров в секунду. Атмосферное давление – 764 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды – плюс 23 градуса. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости – медицинский центр «Анапокеан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Консультация и осмотр у врача-эндокринолога. Исследования, экспресс-тестирование и УЗИ всего за 1102 рубля. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.